Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию видеоурок о том, как оплатить электронную книгу «Вяжем к праздникам» через Яндекс.Деньги. Итак, с основной страницы предложения спускаемся ниже и нажимаем на кнопочку «Заказать». Перебрасывает нас на такую страничку, где вам предлагается заплатить за данный продукт всего лишь 100 рублей двумя способами – через систему «Яндекс.Деньги» и через систему «Вебмани». Рассмотрим поочередно оба способа. Оплата через систему «Яндекс.Деньги». «Яндекс.Деньги» будет удобна не только тем, у кого есть «Яндекс.Кошелек», но и тем, у кого «Яндекс.Кошелека» нет, но есть банковская карта, виза или мастер-карта. Потому что вы можете непосредственно своей банковской картой перечислить указанную сумму 100 рублей, счет приобретения электронной книги «Вяжем к праздникам». Но также и для тех, у кого есть «Яндекс.Кошелек», этот способ будет удобен и приемлем, разумеется. Итак, если вы выбрали способ оплаты через систему «Яндекс.Деньги», спускаетесь ниже и видите вот такое окошечко. В этом окошечке вы видите сумму платежа 100 рублей, и вам нужно выбрать способ оплаты через «Яндекс.Кошелек». Если выбирать через «Яндекс.Кошелек», то нажимаете на вот эту кнопочку, она становится желтенькой. Если вы выбираете через карту, виза, мастер-карту, нажимаете вот на эту кнопочку, она тоже становится желтенькой. После того, как вы выбрали, нажимаете «Оплатить». И перебрасывает вас вот в такое окошечко. Здесь вы должны будете внести ваши данные, имя, фамилию, имя, отчество, и обязательно указать ваш действующий e-mail, потому что на этот e-mail мы вам вышли ссылку на скачивание этой книги. Если вы укажете e-mail, которого не существует, или которому вы не имеете непосредственного доступа, то нам просто некуда будет вам выслать электронную книгу. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при внесении этих данных. Так, заполняйте фамилию, действующую вашу настоящую, имя и отчество. И указывайте ваш e-mail. После этого нажимаете на кнопочку «Продолжить оплату». Мы оплачиваем с вами банковской картой, напоминаю. Итак, мы оказываемся вот в таком окошечке, где нам потребуется внести данные с нашей карты. Все данные конфиденциальные. Это система Яндекс.Кошелька аккумулирует все это. Не мы так придумали, да? Поэтому ваши данные застрахованы. Не переживайте. Итак, вам нужно указать номер вашей карты. Номер карты. Берете свою карту. От лицевой стороны, как вы на нее смотрите, вносите 16 цифр, которые написаны на вашей карте, номер вашей карты. Я немножечко затираю эти цифры для того, чтобы мошенники не воспользовались. У меня карта действующая, поэтому чтобы мошенники не воспользовались в своих коварных целях. Хотя она у меня чиповая и подделку сделать не получится. Так, здесь обязательно указывайте, до какого срока действительно ваша карта. Это тоже берется с лицевой стороны вашей карты. После этого вписывайте имя и фамилию владельца карты. Пишите латинскими буквами точно так, как указано на вашей карте. И после этого переворачивайте вашу карту на изнаночную сторону. И вот там, где вы расписываетесь на карте, там есть цифры. Вам надо сюда вписать последние три цифры с оборотной стороны вашей карты. И после этого нажать на кнопочку «Заплатить». Сейчас нас переправят на сайт банка. И для того, чтобы подтвердить оплату, вы должны будете либо получить одноразовый смс-пароль, либо, если у вас есть список одноразовых парольей, воспользуя списком одноразовых паролей. Ну, я оставлю. Если пользусь списком одноразовых паролей, выбирайте список одноразовых паролей и нажимайте «Отправить». Давайте попробуем нажать так. и вводите сюда пароль. Номер чека такой-то вы должны... Берете ваш номер чека, на котором у вас указаны одноразовые пароли, сверяйте, что это именно он, потому что иногда накапливает этих чеков несколько, и действительно тот выписку, по которому вы делали последний раз. И вам нужно будет ввести номер пароля, который пятый на карте. Вы сюда вводите, нажимаете «Отправить». Если нет, сейчас мы потом вернемся, возможно, придется заново нам пройти аутентификацию. Либо вас автоматом перебросит. Выбираем одноразовый пароль или список паролей с чека. Нажимаем «Отправить». Сейчас вам на телефон, если вы выбрали одноразовый пароль, должна прийти, если у вас подключен мобильный банк, то вы можете воспользоваться списком одноразовым... списком, то вы можете воспользоваться смс-кой, вытравить пароль по смс. Если у вас не подключен мобильный банк, вы выбирают список аналоговых паролей. Ждем, когда нам придет смс-ка. вводим пароль и нажимаем «Отправить». После этого оплата будет совершена. Вы получите уведомление о том, что оплата совершена на экране. После того, как мы получим оплату, мы обязательно свяжемся с вами. В ближайшие 18 часов вы получите свою электронную книгу. Мы вышли вам ссылку на скачивание, на указанный вами в e-mail, который вы указали при оплате товара. На этом видеоурок по оплате через систему Яндекс.Деньги завершен. В следующем видеоуроке мы расскажем вам, как оплатить через WebMoney нашу электронную книгу «Вяжем к праздникам».